Оформить ребенка в детский сад, получить разрешение на строительство или на перепланировку квартиры, оформить субсидию, все, что называют хождением по мукам, становится проще паренной репы. Сейчас в этом окне семью Оксаны Лагадюк признают малоимущие и ставят в очередь на получение муниципального жилья. Да-да, это займет несколько минут. Никаких бюрократических проволочек. Лично в хранении документы все у нас есть. Это паспорт, копия свидетельства о рождении на деток, справки с места жительства. А то, что касается документов, которые могут запросить по межведомства взаимодействия, специалисты, они запросят сами. То есть нам ни в какую организацию с документами, которые касаются межведомства взаимодействия, нам не нужно обращаться. Это многофункциональный центр в Арзамасе. Работает по принципу одного окна. Не надо бегать по кабинетам, собирать справки, стоять в очередях. Здесь вам не ответят. Приходите завтра. Даже не верится. Менталитет у этих госслужащих другой, что ли. Очень грамотно. Специалист проконсультировал. Многофункциональный центр оказывает практически все государственные и муниципальные услуги. А их более полутора тысяч. Причем заявления на рассмотрение какого-либо вопроса можно отправить в электронном виде. О результате сообщат вам через СМС. В Арзамасе многофункциональный центр работает меньше двух недель. И сюда уже обратилось и 50 человек. Он приходит с комплектом документов, говорит, вот мне надо, допустим, субсидию получить какую-то. И мы начинаем уже объяснять, точнее девушки на ресепшне, специалисты начинают объяснять, куда пройти, какое окно. То есть вот есть электронная очередь, опять же таки подскажут, куда прийти. С какой комплект документов необходим, что недостает. То есть и вся услуга оказывается здесь, непосредственно в центре. В соответствии с майскими указами президента Владимира Путина, к 2015 году 90% граждан должны иметь доступ к получению госуслуг в таких центрах. В нашей области это случится намного раньше. Губернатор Владимир Шанцев поставил задачу максимально сократить сроки. Вот эта вот работа, она имеет такое очень комплексное значение для нас. Думаю, что население, когда в полном объеме заработает все многофункциональные центры, вот мы 21 такой центр вводим до конца этого года, и 42 центра вводим в 2014. В 2015 году в полном объеме заработает этот проект электронному правительству во всей нашей Нижегородской области. И никто не будет ходить в муниципалитеты, в правительство, все будут приходить знать, вот это мой центр. У МФЦ преимуществ масса, одна из государственно важных, полностью исключается возможность коррупции. Теперь общаться с чиновником с глазу на глаз не получится. Вся та система, которая действует на территории нашего региона по работе электронного правительства, имеет место быть. Она востребована сегодня, и она помогает нам с вами уйти от дополнительной коррупционной составляющей, которая, к сожалению, еще пока встречается. По уровню коррупции мы на 64-м месте среди регионов страны, а еще недавно были третьи. Этого удалось добиться благодаря политике, проводимой губернатором Валерием Шанцу. Ксения Доринова, Василий Мизов, Объективно, ННТВ.